Привет, друзья! С вами Винкондишн и Няшка. Мы продолжаем наш цикл видосов о бассейне-гильдиях Равники. В прошлом видео мы рассказали вам о Демирах, а до этого, как смогли, представили весь сюжет Равники. И сегодня мы поговорим о гильдии, которая лично мне сделала очень приятно на пререлизе Лабиринта Дракона. Это Боросы. А прежде чем мы начнем, не забывайте подписываться на нас во всех соцсетях. Ссылочка в описании. И сегодня наша книга дня. Это В. Ларичев. Охотники за черепами. Потому что, если вы напроказничали, Боросы придут за вашим черепом. Легион Борос, также известный как просто Легион, это самая воинственная из всех гильдий Равники. Они выполняют функции одновременно армии и полиции. Боросы свято защищают свои идеалы. А их идеалы это договор, справедливость и безопасность для всех. Поэтому, любой, кто нарушает законы, становится смертельным врагом Боросов. И смертельным значит смертельным. А из-за некого фанатизма членов этой организации, зачастую просто любой несогласный с их мнением становится врагом Боросов. Боросы яростны. И зачастую они сперва рубят мечами и выжигают магией. А уже потом разговаривают с теми, кто выжил. Символ Боросов это кулак, объятый пламенем. Боросы это белая и красная гильдия. Гильдия враждующих цветов. И иногда получаются небольшие... Нестыковки, нелогичности. И, собственно, вполне себе в духе Оруэла и его 1984, ради того, чтобы построить мир, Боросы могут начать войну. И ради того, чтобы принести всем свободу, они могут отправить в тюрьмы и в рабство всех неугодных. В своей статье о дизайне Боросов Мару приводит несколько примеров из поп-культуры, которые близки Боросам. Во-первых, это, разумеется, Фрэнк Кассел, Каратель. Это красный аспект Боросов, просто сила, которая вырезает всех этих парней ради благой и высшей цели. Также Мару вспоминает о прекрасной команде А, как пример того, что эти ребята не остаются ни перед чем, чтобы восстановить справедливость, помочь обиженным и оскорбленным, следуя своему своду правил. И под конец Мару упоминает В из фильма В значит Венгетта, как лучший образец соотношения целей и средств. Под этой маской идея мистер Криди, а идея пули не страшные. В параном гильдии выступает Разия, это архангел, которая овладела магией света и магией огня. Для своих подчиненных Разия является не столько полководцем, сколько полубожеством. И ведет гильдию к светлой мечте установления баланса между всеми гильдиями, даже если для этого всем гильдиям придется яростно наслучать по башке. Борос это гильдия жесткой иерархии, и мы вас с ней познакомим. В высших чинах гильдий состоят архангелы и ангелы, дальше идут гильдмаги, а простые смертные формируют армию и лигу воиков. Армия это, понятно, армия, лига воиков это местная полиция. Лига воиков имеет свое представительство в каждом из 10 районов гильдий, а армия распортирована там, где нужно гильдмейстеру. Что интересно, вышестоящий офицер армии запросто может командовать ниже стоящими офицерами воиков. Но вышестоящие офицеры воиков не могут командовать ниже стоящими офицерами армии. Как я сказал, иерархия очень жесткая, и карьерный рост в гильдии Борос не приветствуется. Все должны довольствоваться своим местом и уважать каждого за его место. И кем бы вы ни были, где бы вы ни находились в гильдии Боросов, вы знаете, как вам вести себя на своем посту, как вам вести себя с теми, кто на ранг выше вас, и как вам вести себя с теми, кто на ранг ниже вас. А теперь мы представляем вам полную, возможно даже слишком полную, иерархию Боросов. Ранг 1 из 15. Это, собственно, Разия, разящее сердце легиона Архангел и Парум Боросов. Она, как я уже говорил ранее, является своего рода богом для всей своей гильдии, и эта тетенька немножечко фанатична. В частности, своим разящим мечом она готова к чертям сжечь все поле боя, чтобы наказать хотя бы одного неправедного на нем. Ранг номер 2. Ангельские военачальницы и духовные наставницы. Это мудрые ангелы, которые занимаются тактикой. Им плевать на отдельное сражение, они прорабатывают кампании на сотни лет вперед. И попутно же они устанавливают идеалы гильдии и следят, чтобы эти идеалы исполнялись, и вообще, чтобы босс был всем доволен, и они же являются свитой Архангела Разии. И подчиняются только ей. Ранг 3. Огнегривые ангелы. Это уже, собственно, военная элита гильдии Борос. Они не занимаются ни тактикой, ни стратегией, они просто идут и наваливают всем, кому надо. Не так часто, кстати. Они обычно просто всех воодушевляют и летают над полем боя со своими горящими мечами. Ранг 4. Ангелы-воительницы. Просто летающие машины смерти. Самый многочисленный и самый низший эшелон ангелов. А дальше у нас начинаются ранги, в которых состоят смертные. Пятый ранг это гильдмаги. Это высший ранг, доступный для смертных. Также гильдмаги это единственный, кто может по своей воле обращаться к ангелам. Собственно, они передают приказы от ангелов руководству армии и лиги воиков. И начиная с 6 ранга у нас идет разделение на эту самую армию и на эту самую лигу. И я уже рассказывал чуть раньше, что у них довольно сложные взаимоотношения. Армейские могут указывать воикам, но воики не могут указывать, что делать армейским. Ранг 6. Генералы-командующие. В регионе есть две структуры и два командующих. Один из них стоит во главе армии, другой стоит во главе лиги воиков. Именно они отвечают за работу гильдии. Воиками у нас руководит Викт Гарти. О генерале-командующем армии мы не знаем практически ничего, кроме того, что это сильная женщина. Больше сильных женщин в мире магии. Ранг 7. У меня кончились пальцы. Командиры подразделений. Командиры подразделений чем занимаются? В каждом из 10 районов города есть статуя Титана Часового. Это колоссальная статуя воина, которая призвана в случае чего защищать район. И активировать ее, собственно, могут люди званием не ниже командира подразделений. Ранг 8. Командиры смены или воздушные капитаны. Командиры смены это максимальный ранг, доступный для обычного воика патрульного. И, собственно, в отличие от офицеров вышестоящих рангов, командиры смены большую часть времени проводят на улице, так сказать, в поле. И воздушные капитаны, которые занимаются не только тем, что командуют своими воздушными патрулями, но и зачастую отдают приказы другим подразделениям армии, просто потому что они наверху, им все видно. И главное отличие капитанов от обычных патрульных состоит в том, что они гораздо чаще вынуждены спускаться на землю. Девятый ранг это пепельные маги. Пепельные маги, собственно, они маги. Они занимаются магической поддержкой воиков. К сожалению, они не имеют доступа к колдовской мощи гильдейных магов, но что-то они могут натворить. Ранг 10. Это лейтенанты и небесные легионеры. Ну, по сути, лейтенанты... Господи, это 10-й ранг. Они имеют какую-то власть только на бумаге, а по сути, это просто самые старые, самые опытные патрульные воики. Небесные легионеры это своего рода элита воздушных сил армии, которые летают на птицах рог и всем наваливают. Причем не слабо. 11-й ранг это сержанты, еще более низкие воики, и это воители Дома Солнца, которыми становятся выдающиеся солдаты, зарекомендовавшие себя во множестве боев. И они в основном занимаются охраной резиденции боросов. Ранг 12. У воиков это апотекарии, у армии это пламенники. Пламенники это... это огненные элементали. Крутые бойцы, отмеченные благодатью ангелов. Ранг 13. Это констебли и десант. Ну, констебли это самый низший ранг воиков, их работа касается всяких совсем мелочей. Также на этом ранге состоят ардруны. Ну, я смог сказать это правильно. Ардруны это местные ВДВ Минотавры. Ранг 14. Граммовые трубачи. У них довольно странное положение. С одной стороны, они необходимы гильдии, с другой стороны, солдаты их не очень жалуют, потому что эти ребята лично не уступают в бой. Ну, из их названия можно понять, что перед боем они в основном идут и трубят. А трубят они не просто так. В их звуках, их труп, содержится заклинание, вызывающее массовую истерию у врагов. Это заклинание способно создать полнейший хаос на поле боя, поэтому сами боросы не часто прибегают к их помощи. 15 ранг. Спасибо нашему оператору Никите. Это рядовые мелкие сошки, которые тупо наваливают число. Как я уже говорил, парном гильдии стала Архангел Разия. Но во время событий первого блока она, да и просто куча хороших ангелов погибли в битве с призрачным войском Задека. И гильдия чуть не распалась. И на время вот этих вот мрачных событий большинство участников гильдии стали либо официальными телохранителями важных лиц других гильдий, либо просто охраняли тех, у кого было достаточно денег. Но вскоре ангел-перушка смогла восстановить гильдию, а потом она была свергнута ангелом Аурелей, которая вознеслась в ранг Архангела, и теперь Аурелия правит гильдией борос. Она довела идеалы боросов, точнее их соблюдение до просто какого-то совсем уж фанатического уровня. И для своих бойцов она выступает уже не столько божеством, сколько именно мудрым, всегда рвучимся вперед генералам. Что интересно, она немало переработала иерархию боросов. Все вот это вот километровое разделение на 15 рангов, о котором мы говорили, оно осталось. Но также она учредила 4 так называемых театра. Это подразделения гильдии, во главе которых стоят люди, которым она лично доверяет, и у каждого из этих театров своя миссия. Например, первый театр это театр порядка. Он занимается контролем гильдии Рагдас, а в частности их наемных убийц. И этим ребятам гораздо проще выносить иерогдасов массово, чем бегать за одним убийцей. И они нападают на клубы иерогдасов, даже самые легальные, самые невинные, вырезают иерогдасов массово, но пока что незаметно, честно говоря, чтобы иерогдасам это предоставляло хоть какое-то беспокойство. Второй из четырех театров это театр целостности. Это театр, ведомый Ого-го, всего лишь лейтенантом Арксой. Этот театр занимается, во-первых, разборками с Демирами, во-вторых, они расследуют убийства, совершенные членами других гильдий, в частности членами гильдии Оржо. Также внутри этого театра есть спецбригада, известная как Мертвая Бригада, которая сотрудничает с Эзетами и занимается уничтожением призраков. Who you gonna call? Dead Brigade. Третий театр это театр фортификации, возглавляемый никем иным, как Тажиком, тем самым чемпионом из лабиринта, который является первым гильдмагом Боросов. Основной задачей театра фортификации является поддержание инициативы Разум войны. Это совместная инициатива с Эзетами, которая, кстати, многие верят, намекает на то, что когда-то в далеком будущем Боросы объединятся с Эзетами. По сути, Эзеты просто предоставляют Боросам новое вооружение, новые средства защиты, такие как стены с подведенным электричеством, экзоскелеты, наполненные элементальной магией, помогают создавать новых элементалей и вообще новые большие пушки. И последний, четвертый театр, это театр призыва, который занимается, как можно понять из его названия, во-первых, обучением новичков, и во-вторых, именно они ответственны за работу всех небесных патрульных. С точки зрения дизайна, Боросы задумывались как отображение армии внутри игры, поэтому отчасти представляют из себя токенятник. К тому же Боросы, это самая яростная из гильдий, и они обладают наибольшим числом дешевых существ и заклинаний. В первом блоке механикой гильдии стала Radiance. Механика, которая кроме своей непосредственной цели, целит все возможные цели с таким же цветом. К примеру, уничтожьте чары, и все чары такого же цвета. Но эта механика была признана не очень удачной, хотя и разрабатывалась специально, чтобы отобразить эту идею армии, потому что одним заклинанием вы целите всех своих бойцов. Но кроме ваших бойцов, например, белого цвета, эта механика могла целить и чужих бойцов белого цвета, поэтому ее считали не очень удачной. Во втором блоке у нас появилась новая механика, которая называлась Батальон. Кстати, Батальон была одной из механик, представленных во время конкурса по поиску новых дизайнеров, одним из конкурсантов. Круто! И была лишь потом немного переделана Мара. Батальон гласит, что когда существо с этой механикой и еще как минимум два других существа атакуют, они получают определенные преимущества. Таким образом, нам показали новые доктрины Боросов и идею того, что в бой лучше идти армией, а с приходом Аурелии число отрядов и армий Боросов, задействованных в каждой конкретной операции, выросло в разы. И мы знаем, что в третьем блоке, в гильдиях равнике, Боросы также получили новую механику, новая механика, которая называется Ментор. И гласит, что когда существо со способностью Ментор атакует, мы можем положить жетон плюс один, плюс один на любое существо с силой меньше, чем у этого Ментора. Таким образом, нам показывают с точки зрения дизайна, что Боросы заботятся о своих новичках и не бросают их на произвол судьбы. И теперь, как и в конце видео о Демирах, мы хотим рассказать вам о ценнейшем с точки зрения лорам, в этом моменте это отношение Боросов к другим гильдиям. И для этого мне опять нужен мой волшебный ноутбук. Азориус. Наглые и властные бюрократы. Используют закон, как средство получить силу, которой они недостойны. Оржовы. Эгоистичные притворщики без чувства справедливости. Демир. Бессмертные змеи, которых нужно уничтожить ради блага общества. Рагдасы. Бессмертные крысы, которых нужно уничтожить во имя блага общества. Изеты. Пока их магия под контролем, они могут быть полезны всему обществу. Галгари. Несчастная гильдия, делающая свое дело ради общего блага. Ну, хоть их не надо устранить ради общего блага, на том спасибо. Грулы. Потерянные души, которым неведома идея справедливости. Но при случае они познают идеалы Боросов. Селезни. Их преданность обществу благородна, но понимание идеального общества ошибочно. И Симмики. Бесполезная гильдия, занятая загадочными и бесполезными экспериментами. Итак, друзья. Мы рассказали вам все важное и известное и интересное о гильдии Борос. Поэтому будьте порядочными, честными, законопослушными, но в меру фанатичными ребятами. Помните, что Боросы это моя армия, моя агрессия, моя гильдия. Пока. Ребята, мы же совсем забыли, что бутыль-то все еще не нашлась. И у нас теперь есть наш друг зеленый фонарь. Но мы его не очень любим. Даже забыли его представить. И вообще... Пошел ты! Ты никогда ее не заменишь! Пока, друзья. В каждом из 10 районов города есть так называемый Титан Часовой. Это колоссальный статус агут. Поплыл. Иззеты. Пока их магия под контролем, они могут... Иззеты. Пока их магия под контролем, они могут... Поплыл. Субтитры сделал DimaTorzok